Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я хотел бы поговорить о теме покупок двух консолей нового поколения, а конкретно ответить на вопрос, а стоит ли сейчас гнаться за новым поколением. Но перед началом видеоролика советую вам подписаться на телеграм-канал JN, в котором вы найдете кучу новостей игровой индустрии, ламповый чатик, ну а также в этом телеграм-канале проходят часто розыгрыши, в одном из последних они разыграли PlayStation 5. Ссылку на данный канал оставлю в описании, поэтому переходи и подписывайся. И как обычно, попрошу поставить лайк и давайте начнем. Вопрос данного видео довольно популярный в наше время, и даже несмотря на то, что консоли сейчас нелегко добыть, многие все равно до сих пор рассуждают, а стоит ли покупать сейчас новую консоль, а именно Xbox Series и PlayStation 5. Сразу предупреждаю, что конкретного ответа на такие вопросы, к сожалению, нету и никогда не будет, поскольку выбор довольно субъективный и зависит в большей степени от ситуации, которую мы сегодня и рассмотрим. Первая ситуация, которую мы рассмотрим, у нас, к примеру, есть консоль восьмого поколения и нас все устраивает. В данном случае, если смотреть рационально, в новом поколении нет явного аргумента к покупке новой консоли. Все это объясняется тем, что на новых консолях нет нового крутого контента, ради чего и хотелось бы купить что-то новое. Быстрая загрузка, новые геймпады, 4К разрешение, это, конечно, все очень здорово. Но, на мой взгляд, самое главное в консолях это все-таки игры, которых, к сожалению, не очень много под новые поколения. Кроссгены игры я сейчас не беру в счет, поскольку они все равно есть на восьмом поколении, и вы в них сможете спокойно поиграть. Да, не в лучшем качестве, но все же. Единственные проекты, которые не доступны на новой консоли, так это Demon's Souls на PlayStation 5, несколько Next-Gen переизданий, которые убого работают, и Bright Memory на Xbox Series. Если вы по каким-то причинам хотите поиграть в те самые игры, да, соответственно, брать новые консоли стоит, ибо вы не сможете в них поиграть на старом. Но, объективно, новое поколение, к сожалению, вышло очень рано, и показать какой-то Next-Gen она пока не смогла, и просто пока не успевает. Та самая трассировка лучей, о которой все говорят, оказалась маркетинговым ходом, которая, на самом деле, не придает вау-эффекта в большинстве игр. В динамике это особо незаметно, и если бы нам в голову не вбили бы красивое слово «трассировка лучей», многие бы даже не придали бы этому значения. Да, больше отражений, красивенько, но это не меняет кардинально картинку. По крайней мере, в тех играх, которые я тестировал. В Cloud Duty новый это вообще какой-то развод, который практически незаметен, а вот в Майнкрафте пока ее не завезли. Если же в этом случае сравнить картинку со старыми консолями, а именно с PlayStation 4 Pro и Xbox One X, то отличия в картинке особо незаметны. Да, четче, может быть в каких-то моментах ярче, красивше, но не сказать, что это прям небо и земля. Если же в ситуации, когда у вас есть консоль восьмого поколения, но вы просто хотите чего-то быстрее и чтобы выглядело чуть лучше, а самое главное у вас есть желание, в этом случае, как по мне, стоит приобрести новые консоли, но для этого лучше посмотрите свой бюджет. Если есть деньги и желание, то почему бы и нет. Единственная мега рациональная, по моему мнению, покупка новых консолей на данный момент, это их покупка на долгосрочную перспективу, и особенно тогда, когда у вас либо самые первые версии консоли, а именно FAT ES, или нет консоли вообще. Данная покупка, особенно если у вас консолей не было вообще, вам покажется чем-то новым, чем-то интересным и реально nextgen-овским. Покупка девятого поколения на будущее, это единственное объяснение на покупку новых консолей на данный момент. Куплю сейчас, дабы не покупать потом, плюс поиграю в лучшем качестве. Вся эта ситуация, при которой новое поколение покупать не особо нужно, именно сейчас, складывается из-за очень плавного перехода между поколениями, особенно отсутствием nextgen-проектов. Сейчас у многих такая ситуация, что купили новые консоли, а играют в старые игры, и в принципе я не исключение. Ранее, когда было седьмое поколение, вышло восьмое, помимо кинектов, новых геймпадов, было еще самое главное, достаточно игр, которые показывали действительно разницу, а самое главное, уже не выходили на прошлое поколение. Вспомните Rise in Famous, Dead Rising 3, Battle 4, Killzone, все это в совокупности явно давало понять, для чего нужна новая консоль. Плюс игры, которые выходили и туда и туда, показывали действительно разницу, поскольку их реально урезали. Да, такое будет и в данное поколение, и со временем игры перестанут выходить, и на восьмое поколение консоли будут выпускать уже не а-ля такие красивые игры. Единственная, кстати, игра, которая как раз таки покажет мощь восьмого поколения, это, наверное, будет Cyberpunk. Очень интересно, как с этой игрой справятся Xbox One и PlayStation 4, но пока то, что я видел, к сожалению, меня немножко расстроило. И после такого качества, особенно после сравнения с ПК-версией, многих восьмое поколение уже не устроит. Помимо всего этого, есть еще один важный фактор покупки консоли, который кроется в цене. Не знаю почему, но мне кажется, что консоли в будущем, особенно в РФ, немножко поднимутся в цене. И один из аргументов станет курс, который немножко нестабильный. В качестве экономии я также бы, наверное, задумался насчет приобретения, а то фиг знает, что будет потом. Вы, скорее всего, спросите меня, а зачем ты купил тогда новые консоли сейчас, если тебя устраивала фатка? На самом деле, ответ очень прост. У меня была возможность, я просто этого хотел, и я это сделал. Плюс контент и долгосрочная перспектива. Так скажем, я и так бы купил новую консоль, это был лишь вопрос времени. Если затрагивать вопрос ревизии, то ребята, которые ждут, также могут, наверное, чуть выиграть за счет каких-нибудь раскрасок, комплектов с игрой, может быть, каких-то улучшенных версий или версии без дисковода на Xbox Series X. Опять же, это все не факт, но это возможно, особенно бандлы и рассветки. Всяко лучше в комплекте получить халявную игру, чем купить просто голую консоль. А получить еще и уникальную консоль, особенно коллекционерам, будет вообще очень клево. Но опять же, здесь чисто желание и чисто горит или не горит. Вообще, для простоты решения, я придумал для вас алгоритм, в котором вы сможете найти решение на свой вопрос. Пацаны, за это прям с вас лайк, я старался, как вы видите, тут легко и просто. Если у тебя есть Xbox One, PlayStation 4 или норм ПК, и тебя все устраивает, играй и радуйся. Если же у тебя нет консоли 8-го поколения, и у тебя есть деньги на новую консоль и, соответственно, желание, то опять же, покупай новую консоль. Если же у тебя нет консоли 8-го поколения, но у тебя есть деньги и желание, то покупай новую консоль. Но в случае, если у тебя есть или нет консоли 8-го поколения, и нету, самое главное, денег, то копи и купи консоль потом. Кстати, в этой всей ситуации, особенно в которой сейчас консоль перекупает и ставит бешеную цену, скажу, что в этой теме особого смысла нет. Опять же, за исключением недоступного контента. Аргумента, чтобы сломя голову даже за такие деньги бежать и покупать консоль 9-го поколения, ну объективно нет. И честно, я даже, наверное, не завидую тем, кто вложился в эту тему и, наверное, не пойму тех, кто за такие суммы готов покупать. Но опять же, здесь все от ситуации зависит, если, например, 100 тысяч для кого-то нет деньги, то почему бы и нет. Я же в данном случае, если бюджет не велик, советую вам все-таки подождать. Конечно, без понятия, когда консоли появятся свободные продажи, особенно PlayStation 5, но думаю, что в следующем году это уже точно должно произойти. Если же делать какой-то итог, то хочу посоветовать вам отталкиваться только от личной ситуации и от своего бюджета. Если у вас есть деньги, на это есть желание, то почему бы и нет. Если вас устраивает восьмое поколение, вы не гонитесь за лучшей картинкой и еще старые игры не прошли, вы можете спокойно подождать и играть на старом поколении. Как раз-таки до выхода тех игр, которые вас зацепят и уже заставят купить новую консоль. Не знаю, как вам, но на мой взгляд, эти рассуждения объективны, а самое главное, рациональны. Если вы согласны с моим рассуждением, то с вас лайк. На этом, в принципе, все. Очень надеюсь, что кому-то помог этим видосам определиться с выбором. Если это так, то поддержи канал лайком, подпиской, не забывай нажимать на колокол. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok